всем привет меня зовут наташа васильева это мой канал на youtube и это на самом деле не запланированное неожиданное видео которое я думаю выпустить прямо так как есть без монтажа потому что сегодня я посмотрела state of union это ежегодная речь президента америки и с тех пор как мы сюда переехали в двадцать первом году я смотрю state of union в принципе каждый год потому что это такое как сказать overview сводка о том что происходило в стране за последний год и о том что президент собирается делать ближайшее время и в этом году президент байден начал свою речь с украины и то что он сказал мне кажется это очень важные и правильные вещи и очень своевременные вещи с учетом того что происходит в стране в америке где республиканское радикальное меньшинство сейчас блокирует помощь украине причем блокируют они ее еще с конца прошлого года когда они говорили о том что как они все мечтают просто помочь украине но им нужно чтобы демократы взамен на это им решили миграционную реформу и после этого когда демократы предложили им решить миграционную реформу то есть было уже подписано двупартийное соглашение республиканцы начали его блокировать потому что они посчитали что если сейчас будет подписана некая миграционная реформа то это снизит шансы трампа на успех в предстоящих выборах в ноябре этого года и на мой взгляд это абсолютно чудовищная дикая ситуация которая не должна происходить в стране которая называет себя демократической но вне зависимости от того что происходит здесь стране в украине в данный момент идет война и украина не получает оружие которое сша обязана ей предоставлять по предыдущим договоренностям и мне кажется очень важным то что байден именно с этого начал свою речь в этом году это говорит о том что этот вопрос остается максимально важным несмотря на то что война затягивается люди начинают об этом забывать люди больше обращают внимание на свои собственные внутренние проблемы и так далее байден говорит им и в который раз напоминает о том что в европе идет война и байден опять же сказал о том что он уверен что путин не остановится на украине и то что украина в данный момент борется за всю европу мне кажется это очень важно мне кажется что это максимально ответственный поступок с точки зрения президента соединенных штатов но на самом деле да все это в цвете последующих выборов в этом году если честно мне кажется диким что я вижу людей которые до сих пор говорят о том что они думают за кого голосовать за трампа или за байдена и если честно мне лично очень нравится байден как президент мне кажется что несмотря на свой возраст он в здравом уме и прекрасно управляет страной более того у него огромное количество советников которые являются профессионалами своего дела и так далее но вне зависимости от этого честно мне кажется табуретка на посту президента сша была бы лучше трампа то есть это человек который манипулирует который обманывает который однозначно перестанет предоставлять какую-либо помощь украине если придет к власти но кстати многие когда говорят о трампе и байдане забывают о том что у них не такая большая разница в возрасте байдену сейчас 81 трампу 77 как бы четыре года разницы возрасте не делают трампа молодым перспективным лидером и довольно забавно в конце своей речи сегодня байден упомянул то что люди говорят про его возраст если вы не знали байден уже 50 лет больше 50 лет федеральном правительстве он начал свою карьеру конгрессмена в 29 лет когда его избрали и на самом деле это был беспрецедентный случай потому что конгрессменом можно становиться с 30 лет и для него сделали исключение потому что в момент когда его избирали ему было 29 но в момент когда он стал 30 конгрессменом ему уже исполнилось 30 и вот сегодня он как раз сказал о том что ему всю жизнь припоминали его возраст сначала ему говорили что он слишком молодой а сейчас ему говорят что он слишком старый но он готов выполнять свои обязанности и на самом деле там была еще тоже такая очень трагическая история когда он стал конгрессменом первый раз он был уже избран ему по моему исполнилось 30 лет и он только что переехал в вашингтон чтобы начать работать на своем новом посту а его семья у него в тот момент была жена и трое детей двое сыновей и грудная дочка она еще еще оставалась в его родном штате по моему штат дала вера откуда он и она попала в автокатастрофу и в этой автокатастрофе она погибла и погибла его грудная дочка то есть он в 30 лет остался одиноким отцом с двумя сыновьями которым было по моему 3-4 года и самым молодым конгрессменом и мне кажется что тот факт что он с этим справился он не оставил свой государственный пост и так далее показывает что этот человек очень сильный и очень ответственный и да я наверное хочу упомянуть несколько таких хайлайтов из сегодняшнего state of union что он говорил помимо украины например он говорил про медицину медицина это очень большая проблема здесь медицинские компании деньги которые страховые компании платят и обычные люди платят медицинским компаниям намного выше чем в других странах и я думаю вы об этом много слышали и в данный момент политика который уже провел байден в прошлом году это он разрешил медикеру медикер это страховки для пожилых людей они бесплатные то есть за них платят налогоплательщики он разрешил медикеру торговаться с медицинскими учреждениями для контекста допустим вот у меня сейчас частная страховка ну как у любого человека в америке который до 65 лет по моему у всех частная страховка либо от работодателя либо люди покупают ее сами и вот эта частная страховка торгуется за меня с медицинскими учреждениями то есть допустим если я прихожу к врачу врач выставляет мне счет этот счет идет сразу же в мою страховую и страховая торгуется всегда я вижу что цена которую сторговала страховая она будет ниже чем то что попросил врач и после этого уже страховая платит свою долю я плачу свою долю и вот медикер которая страховка бесплатная для пожилых людей раньше не торговала с медицинскими учреждениями теперь им дали право торговаться то есть получается что эти деньги раз она страховка бесплатная для пожилых людей эти деньги платят налогоплательщики то есть налогоплательщики будут платить меньше денег за медицинские услуги для пожилых более того они сделали максимальную цену на лекарства которые жизненно важны для диабетиков допустим байден говорил о вакцине вакцине а инъекции которые жизненно важно для диабетиков что это инъекция стоят 10 долларов в производстве и сейчас на нее поставили максимальную цену 35 долларов по которые могут продавать это уже довольно высокая цена но как говорят до этого она часто была в разы больше и если сейчас эту максимальную цену поставили для как раз вот медикера для пожилой для страховки для пожилых то он хочет установить эту максимальную цену и для всех людей независимо от того есть у них страховка медицинской или нету и точно так же он хочет продолжать эту программу устанавливая максимальную цену на жизненно важные лекарства для людей например больных либо диабетом либо раком либо другими заболеваниями также он говорил про цены на жилье сейчас очень сложно молодым семьям купить жилье потому что во первых она стоит безумных денег во вторых потому что очень высокие процентные ставки сейчас у нас процентная ставка по моему около 7 наверно процентов может быть даже больше по ипотеке средняя по стране и поэтому байден предложил компенсировать молодым семьям по 400 долларов в месяц на оплату как раз процентов по кредиту в течение двух лет вот как бы предполагается что в течение двух лет процентные ставки должны снизиться и их месячный платеж к тому времени будет будет меньше им не нужно будет компенсировать эти 400 долларов в месяц я не знаю точно кто подходит под эту программу я еще не смотрела но я думаю что иммигранты не подходят вот но мне кажется что это очень важная вещь которая может во первых помочь действительно людям которые хотят купить жилье но не могут его купить с другой стороны подстегнет немножко спрос на недвижимость что еще еще он упомянул образование довольно интересная вещь он сказал что он хочет сделать бесплатное дошкольное образование для всех потому что проводились исследования что дети которые к моменту когда они приходят в школу уже умеют читать добиваются большего в жизни и получают более высокое образование вне за чем их сверстники которые не умели читать к маме независимо от того из какого не выхода из какого района из каких из насколько обеспеченных семей они происходят и вот это очень интересная вещь которую я не знала и поэтому байден хочет сделать бесплатное дошкольное образование для всех чтобы дать возможность детям научиться читать дошколы при этом он еще говорил о снижении tuition fee это цен на образование в колледжах опять же чтобы дать людям которые мало обеспечены возможность получать образование да здесь в америке нет бесплатного высшего образования поэтому не было никаких деталей сказано но опять же это очень важная тема это то что действительно здесь многие обсуждают на этом я наверно закончу это не все что байден сказал в свое своей речи это речь на час по-моему даже больше там было намного больше темно я хотела просто сделать такое короткое видео и в первую очередь на самом деле поговорить об украине поэтому на сегодня все была очень рада вас видеть пока пока до скорых встреч